Около восьми лет назад на базе Центра детского творчества «Импульс» был создан класс по изучению телерадио-журналистики. Его возглавил тогда еще студент журфака Кирилл Усманов. За годы работы педагогу вместе с детьми удалось достигнуть больших результатов. Снимаем программы, пишем интервью, приглашаем журналистов для проведения мастер-классов. Также дети участвуют в конкурсах, то есть как-то социализируются, знакомятся с профессией журналиста, с операторским искусством, с видеомонтажом, учатся говорить правильно, владеть голосом, интонацией. Я пытаюсь дать те навыки, которые детям пригодятся не только в журналистике, но и в обычной жизни для нормальной социализации. В этом году Кирилл Усманов продемонстрировал свои профессиональные навыки во всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдают детям». Одержав уверенную победу на муниципальном уровне, наш герой вместе с командой коллег отправился покорять жюри Московской области. Здесь ему предстоял непростой путь к цели. Я Кирилл Радикович знаю очень давно. Когда-то в детстве, в 14 лет, Кирилл Радикович занимался у меня в театральной студии. И всегда его отличало стремление к успеху, к победе и к труду. Кирилл Радикович, как педагог, он со своими детьми проводит очень много времени, много в них вкладывает знаний, своих умений. Эти профессиональные и личностные качества помогли Кириллу с успехом пройти все этапы регионального конкурса и одержать победу. «Человек неординарный, очень энергичный, неравнодушный, сильный, пытливый. Человек, у которого все получалось. И я очень рад, что он выбрал педагогику. Я сам тоже работаю в этом направлении. И знаю, что Кирилл сможет очень многое сделать на этом поприще. У него уже очень много получается. И впереди огромное количество сюрпризов и открытий». Обладателям первых мест по всем номинациям выпала уникальная возможность побороться за звание абсолютного победителя конкурса. Этот этап в формате собеседования проходил в Министерстве образования Московской области. И тут удача снова оказалась на стороне видновчанина. «Здесь не было цели победить. Просто была цель сделать по максимуму. Вот все, что от меня зависело, я это просто делал. Потому что параллельно было и завершение учебного года, и мероприятия, славянская письменность. Это все было в таком замесе, когда надо было делать все и быстро. Все, что от меня зависело, я сделал. Довольно в полной мере результатом». Впереди у Кирилла грандиозные творческие планы. Но сперва он намерен доказать себе и всей стране, что достоин звания лучшего педагога дополнительного образования России. Уже подал документы на участие в федеральном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого.